Пригожин торгует фьючерсами. Остап Бендер, блядь. Сергей Суровикин. Негативно себя проявляет. Лезет во все бочки. Удивительно живучий. Нахрена вообще. Вовремя умереть большой талант. Полностью-то вы согласен? Путин поработал Путиным. У Маргариты Симоньян. Все в этом замараются. Руслан считает, что сверху, я считаю, что снизу. Я вхож, я вхож, я вхож. Но куда ты полез с такой выскочкой? У Путина не получилось. Мы тут сделали опрос. Две трети россиян говорят, что это позор. Друзья, привет. Вы включили лучшую передачу о политике. Главный русскоязычный подкаст, в котором и Руслан Шерединов, и Леонид Волков разбираются в происходящем в российской политике. Сегодня у нас такой выпуск. Во-первых, мы очень рады, что мы снова с вами на связи в 2023 году. Сегодня у нас такой выпуск, где мы постараемся доказать, что политика – это такая вот очень газообразная сфера человеческой деятельности. Она проникает повсюду. Свято место пусто не бывает. Война, мир, фронт. Что бы ни происходило, людям нужно заниматься политикой. Люди хотят заниматься политикой. Это какая-то такая вот особая черта человеческой натуры. Люди находят возможность заниматься политикой всегда, везде, при любых обстоятельствах. Мало что знаю про политическую жизнь Северной Кореи, но уверен, что на самом деле в каких-то особых и изощренных формах она и там бьет ключом. Что уж говорить про Россию. Про российскую политику в условиях войны, про то, что война сделала с российской политикой, мы и хотим поговорить в этом выпуске. Да, ну и сразу напоминаю, чтобы поставить лайк, поделиться, чтобы нас было как можно больше, канал наш растет только благодаря вам и процветает. Поэтому помогайте. И не растет тоже благодаря вам. Так что, пожалуйста, если хотите, чтобы она рос, с вас лайк. Не только смотреть, но и слушать на всех подкаст-платформах. Ссылки в описании. Давайте начинать. Леонид, смотри. Война. Многие говорят, ну и все, нет никакой политики. Все только на фронте происходит. Мы с тобой много в наших выпусках рассуждали о том, что тут есть разные группы влияний, пресловутые башни, которые мы с тобой поиначе именуем. Но есть какие-то блоки, союзы ситуативные, которые противостоят друг другу, борясь за лояльность Путина, борясь за, возможно, постпутинской России какой-то властной. Мы видим сейчас на фоне войны многие акторы, многие спикеры притихли, кого-то попустили, типа Турчака, который в начале войны был главным, просто самым воинствующим ястребом. Сейчас его нету в медийном пространстве. Володин стал потише. Но есть те, кому кажется разрешено больше, чем другим, которые очень ярко себя проявляют. Мы не берем, ну понятно, что они негативно себя проявляют, но их очень много. И на политическом уровне тоже они уже растут. У тебя, Руслан, недвижимость в России есть? Нет. Вот поэтому ты и говоришь, что Володин стал потише. Тебя просто не касается, тебе и кажется, что он стал потише. Нифига он не стал потише. Лезет во все бочки опять. Ну я про то, что помнишь, как он делал себе имя на войне, очки пытался делать. Сейчас очень мало. Но на самом деле, конечно, я с тобой согласен. Мой подход к этому вот в чем заключается. Политические процессы не остановились, они ускорились. Война выступила катализатором. Какие-то движения, перетекания между группами, усиление влияния, ослабление влияния. Это неотъемлемая часть политического процесса всегда и во все времена. Есть какие-то группировки, они смотрят на какие-то ресурсы, чего можно еще оттяпать. Но в мирное время они действуют медленно, аккуратно, потому что баланс рисков и возможностей выставлен в такую сторону, что не хочется потерять то, что имеешь. Хочется действовать аккуратно и не хочется брать на себя слишком большие риски. Война все изменила. С одной стороны, она создает угрозы для очень многих группировок, в том числе из-за санкций, из-за того, что сжимается пирог. С другой стороны, открывает новые возможности, но для тех, кто готов действовать быстро и резко. Поэтому очень многие политические акторы, как мы видим, выходят за пределы своего обычного амплуа, пытаются найти новых союзников, когда им надо что-то откусить, на что у них у самих не хватает ресурсов. Какое-то ситуативное сформирование новых группировок и коалиций идет гораздо быстрее. То есть реально катализатор. Бросили в какой-то химический раствор реагент, и там все забурлило. Вот, к несчастью, сейчас таким реагентом активизации политической жизни стала война, и действительно вот эта вот динамика изменений в правящей элите за последний год проделала такой путь, как раньше проделывал за 10. Потому что, скажем, какие-то вещи, когда там какой-то тяжеловес вырастал или наоборот терял влияние, они проходили и раньше. Но на это надо было иногда лет 10. Не знаю, какой-нибудь Владимир Якунин. Вот, был ближайший соратник Путина много лет. Глава главнейшей господ корпорации. Потом он стал потихоньку уходить в тень, снижать активность меньше, меньше, меньше. Отсюда отжали, отсюда отжали. И там за 5 лет он полностью исчез с политической сценой. Сейчас звезды зажигаются за месяц, Сергей Суровикин. И гаснут за месяц, Сергей Суровикин. И многие другие также. Ну, про Сергея Суровикина мы с тобой сделали очень правильный прогноз в итоговом новогоднем выпуске. Потому что больше рисков, больше возможностей. И это вот повлияло на развесовку рисков и влияний. Мы с тобой делали летом такой цикл выпусков. Посмотрите, друзья, там было очень интересно. Где мы обсуждали потенциальных преемников. Вот сравнивали, взвешивали их шансы. Вот если бы мы сейчас это делали сейчас, то там бы изменилось, наверное, все. Очень многие оценки изменились. Потому что полгода в военное время они, знаете, значение числа пи в военное время может достигать 4. Вот полгода в военное время они как 10 лет в мирное время. Огромное количество акций на этом рынке преемников пошло вниз. Огромное количество акций пошло вниз, рухнуло и обанкротилось. Слушай, но есть ощущение, что те, кого мы обсуждали с тобой в тех выпусках о потенциальных преемниках, они, некоторые из них умышленно просто отошли в сторонку. Их акции обрушились, но это было ими там, грубо говоря, спланировано. И они не сильно это будут против. Потому что, ну, как бы тяжело условным турчикам делать сейчас как-то на войне очки. Делает очки сейчас, кажется, из-за медийного присутствия условный Пригожин. Но я как раз хочу с тобой обсудить и у вас, зрители, спросить ваше мнение относительно Пригожина. Потому что мы, кажется, для нас всех, кажется, из-за медийной его составляющей, что он очень-очень влиятельный и очень усилен. При этом на политическом уровне даже Беглова сожрать-то он не смог, ни самого сильного федерального политика. Пригожин не смог сожрать не то, что Беглова. Пригожин не смог сожрать Игоря Пушкарева. Ну, слушай, я просто... Ты знаешь, как Игорь Пушкарева? Расскажи, давай, мне нашим зрителям, как Игорь Пушкарева. В городе Екатеринбурге есть такое издание, знаком, было, оно закрылось. Оксана Панова, Дмитрия Колесева когда-то. Там есть такой журналист Пушкарев, я его знаю, там, сто лет. Ну, нормально, просто журналист хороший, добросовестный, нормальный. Еще в Екатеринбурге есть такое место, называется Музей истории Екатеринбурга, которое исторически было такой очень либеральной площадкой. До Ельцин-центра было такой главной либеральной площадкой в городе. Были интересные выставки, необычные, неординарные. Так получилось, я уж не помню, я слежу за этим краем глаза, что там прошлый директор Музея истории Екатеринбурга, его фамилия, кажется, Каменский, ушел в отставку. А он был такой, как бы, ну, деятельный, заметный человек. И мэрия объявила открытый конкурс. И подался на этот конкурс, в том числе, вот, Игорь Пушкарев, который, ну, вот, работал в знаке, он работал журналистом в знаке. И выиграл этот конкурс. Мэрия понесла документы его назначать. И тут возбудился Пригожин. А там какие-то давние контуры. У Пригожина в Екатеринбурге, на самом деле, есть очень сильная часть его медиа-империи, бывшее издание Урару, которое когда-то было влиятельным, его Пригожин полностью подмял под себя. И Урару, еще несколько, там, патриотичных блогеров, такой есть мерзавец по фамилии Колясников, Зигуля, они, вот, как бы, являются частью Пригожинского медиахолдинга. То есть, они не только в Питере, значит, в Лахте, все такое. У них с знаком, ну, с нормальным, единственным, независимым изданием в городе давние контуры, и они написали донос. И лично Пригожин написал донос, значит, на мэрию Екатеринбурга. Значит, что это такое? Вы хотите директором, значит, важнейшей культурной институции в городе назначить, значит, проклятого либерала. Пригожина хватило устроить скандал. Менты возбудили на Пушкарева дело о дискредитации вооруженных сил, потому что он писал, где-то нет войны. Пушкарева по этому делу привлекли к суду, ну, и всем стало ясно, что, как бы, все. Не будет он директором Музея истории Екатеринбурга. А мэрия Екатеринбурга, а нам пофиг, ну, и что, что административный протокол. Мы его все равно назначим. И он стал директором? Да, да. То есть, с одной стороны, интересно, что Пригожин, у которого там урановые рудники в Центральной Африке, значит, там по стюмам лазит. Он успевает заниматься такими вещами, как кто будет там директором Музея в Екатеринбурге. А с другой стороны, ресурсов у него не хватает. Ну, слушай, да, и были огромные бюджеты вложены. Я в историю с Бегловым расскажу, чтобы мочить губернатора Беглова. У них давленные тоже противостояния, тоже связанные с финансовыми потоками. И он написал донос, он написал заявление, если ты помнишь, да, госизмену. Да. На губернатора Беглова заявление приняли, никаких, конечно, дел открыто не было. И непонятно, то есть его политическое влияние кажется, что равно примерно нулю. Нет никакого политического влияния. Да, он что-то на фронте Путину доказывает, что его Чивака Вагнера эффективно, потому что не считаются жизнями людей, и потому что он их обеспечивает не из бюджетных денег, а из денег, видимо, олигархов, которые Путин выделил на спонсирование деятельности Чивака Вагнера. Но вот... А что он может в политике? Кажется, что ничего. Ну вот, да, мы еще помним, что был такой сюжет, что Пригожин вел своих кандидатов в Госдуму. Да, в партию в часть Патри Родины. В 2021 году он купил несколько мест. Татьяна Пуланова, господи, шла при поддержке. Максим Шугалей, значит, и тоже не набрал ничего, не получил ничего. Всего реальный политический ресурс невелик. Но мы с тобой уже только что сравнивали все это дело с рынком акций, на котором большая турбулентность. Вот чьи-то акции пошли вверх, чьи-то пошли вниз. Вот Пригожин торгует фьючерсами, набивает себе будущую цену. Как говорится, fake it till you make it. То есть он ведет себя как какой-то очень влиятельный человек, в надежде, что благодаря этому все будут так на него и смотреть, и в итоге он станет хлистоковщина в известном смысле. Но опять же, в эпоху войны, в эпоху огромной политической турбулентности как раз у хлистоковых и бендеров и возникают большие шансы. В эпоху неопределенности, когда люди как бы не понимают, когда привычная система ценностей рушится, когда другим акторам не очень понятно, кто на самом деле крутой, кто не крутой, кто имеет вход к Путину, кто не имеет. Ты можешь тогда раздувать щеки, делать вид, что ты имеешь, и кто-то начнет думать, может быть, все поменялось. Ну то есть там много лет была известная разрисовка. Вот эти имеют на Путина влияние и решают вопросики, эти не имеют. Все политические акторы это знают. Теперь турбулентность. И все политические игроки второго эшелона видят, что кто-то, кто раньше на Путина имел влияние, больше не имеет. Они вхож, тогда. Значит, кто-то новый вхож. А кто? А непонятно. А Пригожин очень громко кричит. Я вхож, я вхож, я вхож. Может, действительно? И кто-то начинает на него ставить ставку. А это, в свою очередь, может уже привести к повышению влияния. Кто-то же должен попустить, потому что, ну куда ты полез, такой выскочка, если нет? Ну, я, честно говоря, думаю, мы этот прогноз с тобой, опять же, давали в прошлом эфире, что Пригожин это с его дерзостью и прыжками на Минобороны попустит самым непосредственным образом, просто прикончит. Но что касается Пашкана Минобороны, да мы тут все-таки не военная передача, а политическая. Это не просто прыжок на военное ведомство, это прыжок на Шойгу и его окружение. А Шойгу, напомню, один из самых популярных по всем вопросам провластных социологических служб, политик в России, один из лидеров Единой России, один из основателей Единой России. Да и по нашим соцопросам тоже один из самых популярных. Он сильно просел за последний год. Он просел, но тем не менее, все равно популярность Шойгу не сравнится с популярностью Мишустина или Патрушева или какого-нибудь такого. Шойгу остается популярным публичным политиком в России. Одним из очень немногих. И Пригожин вступает в открытую схватку с ним, критикует все действия ведомства, которым руководит Шойгу, намекает на то, что они неэффективные. И за этим противостоянием интересно смотреть. Где-то удалось в союзе с Кадыровым сажать лапина, если ты помнишь, генерала, и потом активно прыгать на Герасимова. Потом Путин выступил в роли арбитра и уравновесил, вернув лапина. Хотя изначально это была победа. Всем казалось, что ничего себе, Кадырову и Пригожину можно вот так вот снять сквозавленного военного из окружения Шойгу. Оказалось, что можно, но Путин вернул и повысил лапин. Путин выступил в своей привычной роли. Ты правильно сказал. Путин выступил как арбитр. Путин терпеть не может, когда его подручные ругаются в публичном пространстве. Путин делает шаги, направленные на уравновешивание этого. И здесь как раз Путин поработал Путиным. Сделал так, что всем стало понятно, что он контролирует ситуацию. И даже вот это вот недавнее повышение уровня руководства спецопераций, когда Герасимова сделали командующего объединенной группы, это тоже не военный шаг. В военном смысле это ничего не меняет, ничего не лишает, ни на что не влияет. Рычаги управления, какие были, такие остались, это шаг символический. Символический. То есть политический. Путин указывает Кадырову и Пригожину на место. Выносит как бы публичный вотум доверия генералу Герасимову, при том, что мы понимаем прекрасно, что никакого доверия Путин к ним не испытывает. Он, очевидно, должен быть, обязан быть очень зол на весь свой генералитет, потому что те, как бы, ему занимались очковотирательством много лет, рассказывали ему какие-то абсолютно фейковые вещи про боеготовность российской армии, про возможность захватить Украину за три дня. Но в этой ситуации, несмотря ни на что, Путин понимает, что публично усиливать маргиналов типа Кадырова и Пригожина выйдет себе дороже и выйдет боком. И несмотря на то, что Пригожин взял на довольствие Зет-каналы и через них тратит очень много ресурсов и через них атакует Минобороны, Путин вынужден выражать вот он доверие Минобороны, потому что вот он оценивает ситуацию и понимает, что дальнейшее просто разрушит весь баланс взаимоотношений. Интересно, что теперь будет делать группировка Минобороны, когда она вот так вот получила от Путина такое подкрепление. Да, будет интересно посмотреть. Плюс Суровикин все-таки опыт в Сирии у них был взаимодействие с Пригожиным, они как бы друг другу общий язык находили, а теперь Герасимов будет принимать решение в этом штабе формально и насколько там будет в связке с Чивакалагом интересно будет посмотреть. Ну вот я еще раз хочу обратить ваше внимание, все, дорогие друзья, что трава прорастает через асфальт, именно политические процессы происходят везде, где речь идет про власть и влияние и вот все эти вещи, которые мы сейчас обсуждаем, не имеют никакого отношения к войне. Это чисто политические расклады и маневры, где используется медиа, где используется общественное мнение, то есть Пригожин старается настроить общественное мнение против руководства Минобороны, чтобы Путин увидел это на опросах и решил, что для него, для Путина больше становятся издержки от сохранения Шойгу и Герасимова, чем от их увольнения. А Шойгу и Герасимов черты и калачи, тоже действуют политическими методами. Вот война сводок, например, последняя, когда день за днем Минобороны не опровергают, не опровергают. Они действуют по лекалам Путина, они игнорируют. Как Путин не называет Навального по имени, так Шойгу в своих сводках не упоминает ЧВК Вагнер. Соединение ВДВ блокировали Солидар и обеспечили бла-бла-бла-бла. Как бы Вагнера не существует. И вот этих тысяч зэков, которые мрут, как пушное мясо, их как бы не существует. Это очень интересно. Шойгу тоже чисто он опытный политик, очень опытный. Чисто политическим уровнем. Говорит, так, мой уровень вот здесь, твой уровень пригожен вот там, где-то, значит, параши, под парашей Саши Курара, как бы. И ты, значит, на меня рот не разевай. Я просто буду делать вид, что у тебя не существует. Это направлено на подрыв влияния самого пригожена, потому что, ну, там все равно есть зэки, а есть какие-то операционные уровни управления группировкой Вагнера. Там есть какие-то люди, которые рискуют жизнью. Они рискуют жизнью за абсолютно неправое дело, они преступники. Но у них тоже есть какие-то человеческие эмоции. Они видят, что они там положили кучу солдат в этой битве, уровне не признается. Все это делает Шойгу для того, чтобы уже эти люди задавали Пригожину вопросики. А что это такое? А почему нас как бы обошли? А почему нас не заметили? В общем, все это чисто политическая игра. Ну да, согласен. У меня было первое время какое-то ощущение, когда следишь за медийными сводками, что Шойгу как бы проигрывает всю эту борьбу Пригожину. Потом, конечно, становится понятно, что он игнорирует, понимая, что разные уровни, и что ему просто не нужно состязаться с тем, кто менее влиятельен и ресурсен, чем он. Это я с тобой согласен. Но при этом акции-то Шойгу как политического актора, они тоже должны были просесть в этом году, вернее, 22-го года за год войны. И все-таки это работает. Мы видим по вопросам, что рейтинг-то его все равно падает. Это, знаешь, смешно. В ЦИОМ опубликовал в начале января, они ежегодно делают рейтинг топ-5 политиков, по мнению россиян, кого его называют. И там в этом году, ну, во-первых, есть фан-факт. Жириновский набрал там более 15%, его назвали политиком года, хотя он умер в начале 2000-х. Нет, более 5%. По-моему, 15, нет? Пяти. А ты помнишь? Да, он набрал более пяти, но все равно он занял, типа, третье место или четвертое. Да, он был в тройке, в четверке. Вовремя умереть большой талант. Очень многим советую. Многим бы не помешало бы. На предвыбор в душных стримах клуб 27 как бы не дураки придумали. Там, помимо Жириновского, покинувшего этот мир, был, собственно говоря, Шойгу, Мишустин, Путин и Сергей Лавров. То есть, неизменная пятерка, но при этом Шойгу на ниже позиции, чем обычно находится. Он не второй в этом году, второй Мишустин и даже не третий, по-моему, Лавров третий. В общем, Шойгу падает именно от молитвы одобрения его россияне. Многие же начинают с каким-то негативной коннотацией вспоминать, когда это он создал себе образ святого. Ну, еще раз. Ну, все-таки после мобилизации вся страна увидела, на что на самом ли способна армия, что, как бы, реально, что все разворовано, что армия не готова снабжать, не готова решать какие-то логистические задачи и так далее. Есть такой очень вредный и глупый нарратив. Вот, воспользуясь случаем, передам привет, как говорится. Что, типа, ФБК борется с коррупцией зря. Типа, вот вы рассказываете про то, как Тимур Иванов, зам Шойгу ответственный за снабжение все разворовал и украл сотни миллионов. Ну, ведь если бы он не разворовал, то, значит, российская армия сражалась бы лучше. Вы этого хотите? Конечно, нет. Если бы в России не было бы коррупции, то не было бы войны, потому что путинский режим на коррупции построен, путинский режим без коррупции не существует, это его составляющая часть, и именно коррупция в итоге к войне и привела невозможность обеспечивать экономический рост, растущее недовольство населения, привело к потребности устраивать внешнеполитические авантюры Крым, Сирию, а потом Украину, для того, чтобы внешними, внешнеполитическими успехами, или успехами в кавычках, оправдывать экономический упадок вызванной коррупцией. Но я так раз считаю, что то, что мы делаем по тому же Тимуру Иванову, это жутко важная вещь. Вот мы показываем миллионам людей, что пока они скидываются на носки, трусы и тампоны, вот там жена замминистра Иванова, отвечающего за снабжение, тратит миллионы на всю шикарную жизнь. И вопросиков у людей от этого становится все больше, больше и больше. Мы тут сделали опрос, вот я приоткрою завесу таймера, потому что мы еще не публиковали совсем свежие данные, что две трети россиян, в том числе те, кто Путина поддерживают, войну поддерживают, говорят, что это позор, что снабжение для армии собирается, значит, смсками и люди сами скидываются, считают, что государство должно обеспечивать всем необходимое все такое. Поэтому это на самом деле антикоррупционные расследования направлены на Тимура Иванова, на Сергея Суровикина. Это сейчас ужасно болезненные штуки, которые и без того низкий уровень доверия к Шойгу и к его армии подрывают дальше, а значит, делают все следующие шаги, связанные с мобилизацией, с новыми волнами мобилизаций, все сложнее и сложнее, связанными все большими и большими политическими издержками для российской власти. Да, я с тобой согласен. Ты знаешь, я еще хотел сегодня в нашем выпуске обсудить, история также связанная и с войной, и с политикой, что меня немножко и в контексте премьевиков тоже эта тема хороша зайдет, пугает. Вот есть Пригожин со своей армией, ну буквально же армия, хорошо укомплектованная, которая умирать готова за монету очень-очень активно. Есть Кадыров, хотя им показали, что это не супер бойцы, как он нам рассказывал в своих тиктоках, но все равно лично под ружьем стоит огромное количество людей. Сейчас в Крыму пришла новость, что местные власти создают по лекалам ЧВК Вагнера собственные частные военные компании. Есть еще ряд людей, у которых есть собственные армии, но фактически у Золотова есть личная Росгвардия, армия, которая ему подчиняется и ему крайне лояльна, потому что он из токов этого всего состоял. История про преемников и про какой-то постпутинский период, это может вылиться не просто в какую-то игру престолов, где все друг друга политически пытаются сожрать, но и буквально, я не хочу никого напугать, но реально есть люди, которые претендуют на власть и которые имеют за собой огромный силовой ресурс и на этой войне они себя некоторые из них проявляют как действительно готовые демонстрировать этот силовой ресурс. Тебе не кажется, что это тоже может быть фактором? Это, так скажем, риски такого противостояния возрастают. Да, Путин виновен не только в том, что он развязал страшную войну против Украины, которая привела к неисчислимым страданиям миллионам беженцев и сотям тысяч убитых, но он, конечно, не только в этом ключе украл будущее у России, потому что ей предстоит компенсации выплачивать и так далее, но еще и он резко повысил вероятность конфликта вооруженного в России, повысил вероятность гражданской войны. Я как раз говорю не потому что они будут расстреливать протестующих, я говорю друг друга, потому что созданы на ровном месте группировки, сотни тысяч людей получили оружие, которое не все далеко сдадут, получили военный опыт, желание убивать, готовность убивать, неумение делать ничего, кроме как убивать, и да, есть противопоставящие группировки, которые могут оказаться участниками каких-то вооруженных столкновений, и это тоже наследие Путина, это тоже страшная вещь, но сказав все это, я хочу сказать, что окей, там вероятность вооруженных конфликтов в постпутинской России до 24 февраля 22 года была типа 0%, 1%, сейчас она может быть 10%, но не 80%, почему? Ответ очень простой, бабло. Я не могу оценить, сколько Пригожин тратит, мы знаем, сколько тратил Кадыров, Кадыровское тикток-воинство стоило примерно 60 миллиардов рублей в год, то есть вот 60 миллиардов рублей направлялось в Чечню, больше даже, и львиную долю из этих денег Кадыров тратил вот на экипировку, вооружение, содержание своей этой личной городе, 20 тысяч солдат. Ну давай, я прямо сейчас готов сделать такой эксперимент, вот у тебя есть там 20 тысяч бойцов, окей, там 200 тысяч рублей в месяц, как денежное удовольствие, примерно столько и Минобороны сейчас пытаются платить, быстренько умножим, как бы не облажаться, 200 тысяч рублей на 20 тысяч бойцов, это 4 миллиарда, 4 миллиарда, ну еще их надо снарядить, воорудить и так далее, 5, вот 60 миллиардов рублей в год, так и получается, так и получается, и Пригожин тратит большие деньги, потому что у него и танки, и авиация, и все такое, окей, зэки обходились чуть подешевле, но собственно, ключевые бойцы ЧВК, которых он сейчас пытается не тратить, он зэков кладет не считая, потому что он не может себе позволить, чтобы его, ну как бы опытная группировка, закаленная там в Сирии и в Африке, истощалась, они стоят даже больше денег, пока идет война, которая типа все спишет, как ты правильно сказал, очевидно, каким-то олигархам просто поручено это финансировать, иначе, ну то есть, где Пригожину взять там 5 миллиардов рублей в месяц, а то и 10 миллиардов рублей в месяц, он все-таки, Пригожин, огромный вор, если вся эта империя как конкорда, пилешь на закупках, на школьном питании, этом всем, но это все еще не такого масштаба бабло, кто-то это бабло дает, потому что Путин сказал кому-то это бабло давать, вот, и все эти группировки стоят очень много денег, почему никакая там Тульская область не создаст, ну, ходила смешная утка украинская, что, значит, там губернатор Тульской области Дюмин повелел создать, значит, армию 100 тысяч человек, призвать, значит, там свою личную, но губернатор Дюмин, у него нет денег в бюджете нищей Тульской области, чтобы тысячу человек содержать, не то, что 100 тысяч, это все, конечно, полная ерунда, вот, кончится война, кончатся источники финансирования этого всего дела, а без денег, без огромных денег, все это не может функционировать, в этом смысле, только на это у меня надежда. Блин, если я сказал про пригожины, про его доходы, я вспомнил, это же какой-то гениальный, Остап Бендер, блин, он же еще и в Центральной Африке, в Мали, везде его люди, там тысячная группировка, которая заводы контролирует, которая месторождает. Да-да-да, то есть у него есть урановые и золотые рудики, в Чаде, в Цар, он, конечно, такой международный махинатор огромного масштаба, в нескольких странах Центральной Африки, нищих, он контролирует несколько очень ресурсных историй, которые тоже в каком-то смысле дают ему финансировать все это. И тем не менее, удивительно живучий, Пригожин огромными темпами утилизирует зеков, которые ему ничего не стоят, когда зеки закончатся, а есть много свидетельств о том, что они заканчиваются, ему опять придется набирать добровольцев за деньги, за очень большие деньги. А добровольцы-то заканчиваются тоже. И возможность его финансировать эти операции у меня вызывает большое сомнение, а тем более финансировать их в мирное время. А без денег все это не будет работать. Окей, то есть мы ставим невысокую вероятность того, что все эти личные армии будут использовать. Она, эта вероятность растет, и это страшно, и все же она еще остается не очень высокой, потому что есть фундаментальные факторы в виде отсутствия финансового интереса разных группировок все это дальше поддерживать. Ну и давай тогда перейдем к части, тоже мы сегодня говорим и про войну, и про политику на фоне войны. Владимир Путин, который трансформировался все-таки в новогоднее обращение, мы с тех пор с тобой еще не были в душном стриме, не обсуждали это, это новогоднее обращение, как он пытается, народная война, сзади военные, я главнокомандующий, все, его риторика изменилась, он сейчас более такой с позиции главнокомандующего, выступающий, но у него очень не получается, есть ощущение, что это неорганичный образ Путин, вот он может быть головой действительно там, но не получается продавать. Это вообще главный политический итог 2022 года, про который мы с тобой не сказали в нашем в остальном замечательном стриме про итоги 2022 года, кстати, посмотрите его, сейчас мы ссылочку повесим, Руслан считает, что сверху, я считаю, что снизу, где-то на экране будет ссылочка. Хорошо. На самом деле, ну это так, тоже философское отступление, так вообще человеческая натура устроена, мы легко замечаем то, что есть, но нам очень сложно замечать то, чего нет, и очень сложно записывать это в итоге. Вот мы видим, идет война, ужасные страдания, там страшные битвы, потери, там вербовка зеков, мы все это видим. Воспринимаем это как данность, вот плохо. И вот там российская оппозиция провалилась, значит там гражданское общество провалилось, люди там провалились, россияне как народ провалились, потому что вот Путин все это делает. Но никто не готов оценить то, чего Путин не делает, и чего у Путина не получилось. А главный политический итог 2022 года заключается в том, что у Путина не получилось сделать войну народной. И если вдуматься, то это довольно удивительно, потому что Путин потратил ну наверное 17 лет с 2005 года, 60-й годовщины Победы, когда была придумана Георгиевская ленточка, если сейчас нам кажется, что Георгиевская ленточка была всегда, но ее придумали в 2005 году как символ Победы. Когда возник там потом бессмертный полк, когда культ Великой Победы стал государственной религией в России. Уж нечего было предложить больше. Храм вооруженных сил, камлания какие-то значит связанные там с вот там памятью с ветеранами, какие-то все менее и менее сущностные и все более и более религиозные процедуры. Протоколы, штрафы за оскорбление, значит там за неправильное ношение Георгиевской ленточки, за оскорбление ветеранов, опять же все эти там суды и так далее. Вспомним суд на Навальном за оскорбление ветерана Артеменко. И реально ведь казалось, что это огромный успех. Бессмертный полк, который они приватизировали, который начали журналисты Томского телеканала ТВ2, в какой-то момент действительно совершенно искренне собирал по всей стране миллионы людей. Путину в какой-то момент удалось сказать, что вот это вот там культ победы в Великой Отечественной войне это такая главная соединяющая скрепа общества и все такое, все такое. То есть 17 лет он потратил на подготовку общественного мнения, что если завтра война, то мы должны как тогда. Деды воевали, можем повторить. Оказалось, что не очень получилось. И вот главная неудача еще раз 17 лет сотни миллиардов, если не триллионов рублей вброшены в культ победы, в пропаганду, в патриотические символы их внедрения в массовое сознание, в производство фильмов, книг, в работу всей этой коллективной Russia Today. Что если война, то мы должны забыть про все наши противоречия, сплотиться вокруг национального лидера, потому что сейчас как тогда вот это самое ралли вокруг флага, хорошо известный политический феномен, что в условиях войны люди склонны сплачиваться вокруг существующего лидера no matter what, неважно, что происходит, потому что война пугает и рейтинг должен расти. Сделаю отсылку к нашей замечательной лучшей передаче о политике про американские выборы. Мы там говорили, что во всей послевоенной истории Америки один-единственный раз партия, выигравшая президентские выборы, потом выиграла промежуточное. Один раз. В 2002 году республиканцы. Потому что после теракта 9-11, после теракта в сентябре 2001 года вот этот эффект сплочения вокруг флага, когда мы должны отставить все наши противоречия и поддержать нашего лидера в эти трудные военные времена, политический эффект очень ярко проявился. Более понятно, например, сейчас Украина современная. Посмотри, там сейчас в Раде те, кто критиковал и песочил Зеленского его партию перед нападением Путина, сейчас все сплотились, потому что все понимают, что происходит. Владимир Зеленский имел огромные политические проблемы перед началом войны, в феврале его рейтинг падал до 20%, сейчас он больше 90%, потому что да, естественно, произошло патолитическое сплочение, на нас напали, мы должны объединиться, все нормально, все правильно, Зеленский делает все правильно, он оказался прекрасным именно лидером военного периода, он нашел очень классный способ коммуникации, он очень классно, здорово записывает свои обращения, занимает очень правильную моральную политическую позицию и так далее, и забыты все разговоры о том, насколько эффективным президентом мирного времени он был, и мы сейчас наверное даже не будем это обсуждать, потому что на самом деле в самой Украине было к нему огромное количество вопросиков, но это их дело, после войны разберутся, все это совершенно неважно, потому что войну он прошел как просто образцово показательное, как реально пример для подражания, безусловно, он войдет в учебники, в историю, со всей этой штукой. Так вот, еще раз, несмотря на потраченные триллионы и годы, этого в России не произошло, нет и не было ни одной секунды роста рейтинга Путина, очередей добровольцев военкоматы, патриотического угара, никто не лепил массовые буквы Z по своей воле, да, на госучреждениях, там, на автобусах они есть, но там ничего близко сравнимого с той же самой популярностью георгиевской ленточки не появилось. Не получилось никакой мобилизации. У них не получилось вот этой продать идею, что кругом враги на нас напали, мы должны отложить все противоречия и должны поддержать Путина, неважно, какие у нас были к нему претензии, что мы должны забыть там про дворцы, коррупцию, гонения на политических оппонентов, репрессии и новичок, потому что сейчас Путин наш главнокомандующий, лидер военного времени, потому что он сменил пиджак на военную форму, потому что он снимается с военными и поэтому мы сейчас не можем военное время не поддержать нашего верховного главнокомандующего. Так вот, очень сложно отфиксировать это, потому что мы склонны замечать то, что случилось и не склонны замечать то, что не случилось, но на самом деле главный политический итог 2022 года в том, что это не случилось. Это не стало народной войной. Да, у Путина не получилось сделать войну народной и, конечно, в этом есть огромный вклад. Друзья, нашей с вами работы, контрпропаганды, борьбы с путинской пропагандой, всех наших там разъяснительных усилий, всего того, что там делала российская оппозиция, российские независимые медиа, то, что делали вы, ну и, конечно, есть огромный вклад самого российского народа, который, несмотря на 15 лет страшной пропагандистской обработки, на эту всю херню не повелся. Слушай, да, полностью вы согласен, и плюс довольно сложно, как мне кажется, политехнологический трюк, довольно сложно продать людям историю о сплочении, когда на тебя никто не нападал, то есть тебе ничего фактически не угрожает, очень сложно как-то, ну, сыграть на низменных чувствах, тут не получится. Не, ну слушай, они старались. Дому не угрожает ничего. Биолаборатории, зараженные ковидом птицы, сибирская язва, Руслан, ты не боишься? Я и грязная бомба, помнишь грязную бомбу? Да уже их столько... НАТОвские ракеты на наших границах, Руслан. Ну, не получилось, не получилось. Ничего не получилось. Это же, если вдуматься, то это поразительно. Еще раз, натурально, людей 15-20 лет натурально зомбировали чертовым зомбоящиком. Для чего? Для того, чтобы в нужный момент они всему поверили, все купили, все сплотились. Ни хрена не получилось у Маргариты Симоньян, у Соловьева, у Киселева, у Путина. Ну, плюс, огромный фактор еще, что нет военных успехов Путина. Если бы, я думаю, что какая-то часть населения появилась бы, если бы Путин смог продать им какие-то военные достижения. И слава богу, что их нет военных достижений, только провалы российской армии, путинской армии. И это тоже людей отрезвляет. Ну, вот интересно, что сейчас будет. То есть, вот после... А ты согласен? Давай зафиксируем, что очень многое, что связано, что происходит на фронте, переносится на какие-то российские политические реалии, на настроение людей. Абсолютно, конечно. Это взаимосвязано сейчас. Конечно, связано. И вот сейчас, после семи месяцев тишины, после семи месяцев отступления и поражений, семь месяцев назад были взяты Северодонецк и Лисичанск. Семь месяцев тоже. Да. Семь месяцев спустя, после безумного кровопролития, Путин захватил Солидар, бывший Карло-Липхнахтовск, город с населением 11 тысяч человек. Райцентр в Донецкой области. Положив там гору трупов, в первую очередь, зэков и так далее. И сейчас, конечно, Минобороны, опять же, захлебываются радостью. Наконец-то они снова что-то взяли. Я вот не уверен, к какому это приведет сантименту. Они рассчитывают, что это им поможет сказать, ага, все по плану, мы снова наступаем, мы снова побеждаем. Но мне кажется, что очень много людей в России зададут свой вопрос. А этот нам Солидар-то нахрена вообще? Что это вообще? Где это? И так далее. Почему мы должны были вот как бы воевать 11 месяцев, чтобы, значит, гордиться тем, что мы захватили полностью разрушенный до основания 10-тысячный городок? А я не уверен, что сейчас уже, ты, наверное, прав, если бы вначале у Путина все получилось, если бы он там захватил Киев за три дня или за 10 дней, если бы не было огромного кровопролития, если бы там действительно там украинская армия не оказала бы сопротивления, а Зеленский бы сбежал в Польшу, то, возможно, пропаганде удалось бы вырулить из этой истории. Сейчас, мне кажется, ну, посмотрим, все это скорее будет вызывать озлобление. Вот эти новости о том, что взяли там очередное село или какой-то райцентр с ценой там многих месяцев войны огромного количества трупов и там похоронки, и трупы приходят, и приходят, и приходят в российские города, это уже будет вызывать скорее озлобление, как поздний Афган. Что-то там, что-то там, значит, в каком-то там Герате или Кандагаре, значит, там захватили. А нахрена нам Герат с Кандагар? Эта история, вот ты очень хорошо вспомнил про Афган, и с Чечнёй такое было, и в Вьетнам, США. Все войны, если они затяжные и не имеющие широкой поддержки населения, они вызывают еще больше усталости, отторжения, и в конечном итоге очень сильно на власть, скажем так, влияют и на ее политические очки. И тут как раз время работает против Путина. Наверное, с военной точки зрения нет, как говорят некоторые военные эксперты. Это, наоборот, дает ему силы, там, перегруппировки, вооружение и так далее. Не будем тут углубляться. Но с политической точки зрения, чем дольше идет война, тем больше людей усталость и приятия. А с политической точки зрения и нет шансов на иное. Война, трупы, экономические трудности, отсутствие больших успехов будет наращивать недовольство и огромное количество крахов тоталитарных режимов, огромное количество крахов империй связано с военными поражениями. Первая мировая война положила конец Австро-Венгрии и Германии и так далее, и так далее. Ну, то есть, я не буду перечислять все примеры, они совершенно общеизвестны. в этом смысле, но я снова и снова хочу обратить ваше внимание, друзья, на вот вопрос, который мне кажется сейчас очень важным. Путин как формулирует для себя стратегию выхода из нынешней ситуации? Что он видит как сценарий? Что он обсуждает со своими генералами, со своим ближайшим окружением как цели, которые они хотят добиться? Я вообще не понимаю, что это сейчас такое. Никто не говорит, конечно же, про военную победу за захват Киева и Одессы. Это невозможно, потому что невозможно. Значит, Путин для них, для своего окружения должен формулировать какие-то цели, к чему мы хотим прийти, чего мы хотим добиться. И мне кажется, что у него есть огромные сложности с ответами на этот вопрос. И всю эту зет-публику надо троллить, доставать, заставлять задумываться именно таким же вопросом. Мы идем-то к чему? Вот эти вот все вот год уже почти войны, вот эти все жертвы, они были ради чего? Потому что чем дальше, тем этот вопрос будет звучать громче, он будет доминировать политическую повестку, и отсутствие ответа на этот вопрос будет бить политически по пути на его окружение. точно так же, как это было с Вьетнамом и с Афганистаном. Через несколько лет Вьетнамской войны и через несколько лет Афганской войны не только военным властям, но и обществу стало понятно, что цели принципиально недостижимы, что даже если потратить еще сотни тысяч жизней, потратить еще больше денег, послать еще больше вооружения и технически установить контроль над территорией, то это ничего не даст и войну не закончит, потому что земля будет гореть под ногами, потому что население на этих территориях не хочет в Афганистане, чтобы там были советские солдаты, во Вьетнаме чтобы были американские солдаты и сделать с этим ничего невозможно. И в итоге именно понимание того, что военная победа любая, какая бы ни случилась, какой бы ценой не достигнута была, не даст ничего политически, привело к неизбежным решениям о завершении этих войн и деоккупации, чем безусловно закончится война с Украиной. Да, и наш финальный вблог хочу с тобой, мы с тобой очень любим говорить про выборы и очень с тобой не любим Единую Россию. Это вот, собственно, на чем запускалась наша передача. Собственно говоря, вот Единая Россия словами Медведева и Турчука заявила о том, что даже с этого электорального цикла они будут выдвигать в своих региональных списках героев специальной военной операции, то есть военных преступников, людей, которые прошли и принимали участие в оккупации территории Украины. Военные преступники будут выдвигать военных преступников. Да, и очевидно же, что, конечно же, и коммунисты сейчас и ЛДПР все тоже подхватят и тоже будут это делать, и мы в какой-то момент будем получать бюллетени, где будут реально социализации между собой условные Гиви и Моторолы, ну, с другими сейчас позывными, люди, которые очень мало могли... Вполне возможно, что и Гиви и Моторолы. А в чем проблема? Будут в списках. Опять же, вспомни про рейтинг Жириновского. Возможно, будет паровозами. То есть нас ждет приход не просто в общественную жизнь, а в политическую жизнь вот этих вот героев этой войны. Ну, слушай, во-первых, они и есть в политической жизни. Все вокруг нас в политической жизни. Собственно, ты видишь, что Пригожин стал фактором в политической жизни. И условно, мы как раз, Путин настолько разрушил российский политикум, что условный полевой командир Сиплый, который имеет какой-то медиаресурс, который владеет каким-то телеграм-каналом, то есть условный полевой командир с позывным Сиплый или не знаю с каким еще, является политически человеком сравнимым по влиянию с депутатом Госдумы, а то и покруче будет, потому что он может через свой Z-канал что-то вбросить и какую-то повестку навязать, а депутат Госдумы не может. Эти люди уже стали факторами и акторами в российской политике. Этому не надо удивляться. Опять же, война и политика полностью взаимосвязаны. Вижу в этом привет умному голосованию, безусловно, умное голосование их так напугало еще в 2019 году, что они продолжают безусловно всегда думать про борьбу с ним и, конечно, ситуация, когда во всех бюллетенях все кандидаты не просто зигуют, а повоевали, она ставит перед умным голосованием очень непростые выводы. Но на это все я хочу сказать. Ребят, мы с вами уже сказали, что война максимально ускорила течение политического времени. Сто процентов. Котировки акций игроков политического рынка ходят вверх и вниз с такой скоростью, с такой турбулентностью, как никогда. Я уже приводил пример, который мне очень нравится. Много лет, 20 лет, обсуждая преемников Путина в первой тройке, в первой пятерке все 20 лет с 2000 года по 2002 всегда называли Игоря Сечина. Человек, который носил портфель, контролировал ключи от приемной, устраивал очередь в кабинет Путину, имел возможность всегда что-то сказать, науку, был вернейшим наперсником и соратником. Где он сейчас? Нет его, он вообще пропал. Война полностью уничтожила его, как политического деятеля, потому что Путину сейчас интересно разговаривать с Патрушевым, Ковальчуком и Герасимовым Осечином, мне интересно. И вот подобного рода взлеты и падения сейчас происходят гораздо быстрее. Поэтому, чтобы там сраный Турчак не планировал до выборов, до осенних выборов, там 8 месяцев, и по нынешним меркам это такое, это вечность. За эти 8 месяцев еще 100 раз какие-то акции взлетят и упадут, и там будут какие-то совершенно новые герои, и новые политические расклады. Привычные подходы к политическому планированию не работают. В России политический цикл всегда выглядел так многие годы. В сентябре выборы и в ноябре, декабре начинается планирование следующих выборов. В феврале, марте известны кандидаты, лозунги, контуры компаний. Уже в марте уже в городах российских появляются расклейки, появляются билборды. В марте за 6 месяцев готовится общественное мнение, по собесам разносятся листовочки с портретиками, потому что уже определено, кто станет депутатом. Вот этим всем путинским политическим менеджером, там, Киригенко и так далее, сейчас будет вообще не так просто. Ты сейчас развесишь как бы в марте чью-нибудь, физиоморду, а он к маю из милости выпадет, и что-нибудь не то сделает, и как-нибудь не так зиганет, и все переделывать надо. Турбулентность очень сильно влияет на все политический процесс. Ну и не везде можно будет пройти на этих зигах, вот в этом году же выборы мэр Москвы, я думаю, что будет подробно еще сделано в одном из выпусков, а там город, ну где очень большое неприятие войны, где нету зец-властики повсюду, где нету каких-то очередей мобилизационной пункты, интересно бы, как Сергей Семенович будет лавировать между тем, что нужно идти по повесточке, а все-таки это не продаж. Ну слушай, про Москву можно сделать отдельный какой-то выпуск, но я думаю, что будет все очень просто. Вот, кстати, про Москву, я понимаю прекрасно, как работает политическая команда московской мэрии. Собянин расскажет, что мы открыли дофигиллион станции метро, там третье кольцо, отремонтировали кучу-кучу моих улиц, все у нас красиво, а оппоненты его все будут, там будет против него Захар Прилепин и Сергей Удальцов, которые будут рассказывать, что не надо заниматься значит метро и лавочками, а надо все для фронта, все для победы. И Собянин наберет 80%, причем вся не уехавшая московская интеллигенция, вся коллективная значит Ньютон Федермейстер пойдет за него и проголосует и еще и в ножки поклонится и спасибо скажет. Ну не подсказывай, думай ты, мэрии подсказывай. Да, слушай, ну к сожалению, там люди не глупые работают, они все это понимают. Да, и вот еще важный момент, когда мы говорим про партии, пускай и системные, часто мы это подчеркивали с тобой в выпусках, что даже когда все закатано, все равно чуйка политического людей есть, которые занимаются политикой даже в регионах, там в сельсоветах, в районных думах, они, ну чем дольше будет эта война, чем больше будут отторжения, усиления, мне кажется, что мы даже с трибун региональных войн будем слышать от смельчаков какие-то осуждающие действия, не прямо против войны, но типа против мобилизации, как сейчас Ступин делает в Мосгурдуме, он не говорит открыто, типа нет войны, потому что опасно, но говорит, типа никакой мобилизации преступная, нарушает права, нет указа о приостановке мобилизации и так далее. Конечно, и этого будет все больше и больше. Опять же, да, ты прав, все политические животные это чувствуют своим политическим нюхом, не могут не чувствовать, война теряет популярность с каждым днем, с каждой неделей, с каждым цинковым гробом, патриотическая мобилизация не случилась, патриотической волны не случилось, это тоже все чувствуют, и все будут как-то находить свою политическую дорожку, в этом все будут находить такие слова, такие формулировки, все увидят, что кто просто реальный идиот и там открыто зигуин будет проигрывать, а будут выигрывать какие-то более хитрые чувачки. Это как, знаешь, зигуинов, сегодня Володин заявил о том, что нужно конфисковывать имущество тех, кто против освоя уехал из России, а лидер коммунистической партии России зигуин сказал, нет, этого делать не нужно, нужно больше воспитывать молодежь в патриотическом ключе, а не нужно ничего конфисковывать, то есть, ну понимаешь, не нужно уж совсем так это. Этого будет все больше и больше, это будет очень веселый цирк. Все, кто что-то в политике понимают, будут от войны дистанцироваться, все, кто потупее, будут открыто зиговать, потом будут такие, Владимир Владимирович, произошла чудовищная ошибка, как это так, значит, меня не выбрали. Друзья, ну и не забывайте, что это лучшая передача о политике, поддержите лайком, в ходе эфира вам про это напоминали, ну и сегодня еще раз, лишним не будет, лайк помогает продвинуть. Мы как-то забыли вам напомнить, что рабочее название нашей передачи душный стрим, мы не стесняемся говорить про политику вглубь, мы здесь не упрощаем, не занимаемся профанацией, это такая политическая передача для гиков, для тех, кто хочет действительно разбираться. Если у вас есть знакомые политические гики, вовсе не обязательно наших взглядов, посылайте им эту ссылочку, присылайте нашу передачу, пусть посмотрят, в комментариях поспорят, мы к этому готовы. Мы здесь про интересную, содержательную политическую дискуссию. Ну и традиционная рубрика, всегда присутствующая в нашем душном стриме, прогнозы. Ну, то есть не прогнозы, а наши какие-то личные, то есть это не, знаете, какой-то официальный стейтмент, это просто прогноз Леонида Волкова и Руслана Шеведдинова относительно прогноз душного стрима, относительно тех или иных ситуаций. Леонид, какой прогноз сегодня забабахаем? С Суровикиным? Бинго. Попали, да. В прошлый раз мы сказали, что Суровикин не продержится полгода, но он продержался две недели после этого прогноза. Суровикин останется у должности не дольше, чем до 30 июня 2023 года. Даю ему еще максимум полгода. В общем, раз мы сегодня много упоминали Пригожина фамилию, давай зафиксим какой-то правильный смысл. А мы в прошлый раз тоже уже говорили, что Пригожина кокнут или устранят. Ну, что Пригожина не будет в его нынешней позиции в российской политической жизни тоже, я думаю, на горизонте полугода. Да, зафиксируем этот прогноз. Ну, а я не знаю, что... Я прогнозирую огромное количество кандидатов, не только от «Единой России», но это очевидный прогноз, нет у меня. Нет, слушай, на выборы я прогнозирую, что мы увидим на важных выборах, в важных регионах большое количество побед кандидатов, которые не поддерживают войну или, по крайней мере, максимально дистанцируются от нее. Нет, именно так, это первый цикл, когда они пойдут по методичке АП все провоенных надо вставить, я думаю, что все в этом замараются, как обычно, типа партии, чтобы лишний раз не подсвечивать, что они какие-то другие. Но глобально, где-то в регионах, в одномонатных кругах будут побеждать не то чтобы антивоенные, но открыто не поддерживающие все это и как бы намекающие, что вообще-то они против. Я мало пока жду смелых, кто с трибуны будет кричать, к ней в войне, но я думаю, что к этому тоже придется, даже в такой системе, которая в России установлена. Мы, безусловно, прогнозируем, что турбулентность сохранится и поэтому политические карьеры будут быстро делаться и быстро разрушаться, как и сейчас. Я, кстати, о, вот такой могу сделать прогноз. Пушилин, пасочник, Балицкий со льдом. Вот эти вот губернаторы... Губернатор Запорожской области. Господи, так называемые. Помнишь тех еще? Вот эти гауляйтеры все, я думаю, что от них тоже ни от кого ничего не останется к концу 2023 года. Почему? Они нахрен никому не нужны. Сейчас, в нынешней ситуации, когда регионы аннексированы, их можно легко делать козлами отпущения за новые поражения. Ну, типа, еще что-то потеряли, это потому что там местные тоже лидеры плохо. Ну, и плюс, как бы, они же Путину, по сути дела, так сказать, с луны свалились, там, как какие-то там местные деятели, значит, там, движения за Новороссию. Он будет их менять на каких-то более удобных товарищей. Вот я думаю, что из этих... Вот такой прогноз, что до конца 2023 года из этих четверых в своем кресле усидит не более чем один. Ну, и плюс, чтобы еще не мешали Кириенко и его людям, которые будут осваивать... Да, ну, да, кто-то в какую-то аварию попадет, кто-то в отставку по состоянию здоровья. В общем, там паршивая работинка у них. Да, ну, давай напоминание в конце сделаю. Еще одно важное организационное уже не касательно темы передачи, но касательно всей российской политики. Мы запустили кампанию за освобождение Алексея Навального free-navalin.com Обязательно заходите. Ссылки в описании. Распространяйте, где только это возможно. Это очень-очень важная история про то, как нужно во время войны не забывать и делать все возможное для того, чтобы на российскую политику влиять. Да, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей компании. Вот мы поговорили в сегодняшнем выпуске о том, что на самом деле нет никакой патриотической мобилизации, что политическое поле турбулентно. Это в том числе значит для нас необходимость все время его тыкать иголочкой и тестировать. Многие вещи, которые там три месяца назад или полгода назад выглядели или казались невозможными, могут уже оказаться возможными. Яркий пример письмо врачей. 600 с лишним врачей подписались публично со своими именами, местами работы в поддержку Алексея Навального с требованием обеспечить ему нормальное лечение не испугались. А я думаю, что полгода назад бы испугались, потому что был самый такой вот мрачный период, все для фронта и как бы все было полностью зачищено. Почему? Ну, люди устают терпеть, люди устают бояться, люди понимают, что там дальше Колымы не пошлют и там видят, что репрессивная машина это уже как бы дает сбои, что на фоне риска там умереть опять же на войне не такая страшная. Я думаю, что вот таких вещей будет прорываться все больше и больше и у нас нет другого выхода, кроме как тестировать разного рода политические возможности. при нынешней степени вот волатильности политического пространства вещи, которые там долго-долго казались невозможными. Нет, люди в такое не впишутся, люди воспринимают эту движуху как слишком рискованную или там как неправильную. Это может за 2-3 месяца меняться, знак может меняться на противоположный, но мы про это не узнаем, пока не попробуем. Поэтому надо пробовать разные политические движухи и мы как команда Навального будем это делать. и вы, пожалуйста, присоединяйтесь и поддерживайте. И вот компания международная за свободу Навальному из этого числа вроде как страшно немножко. Как люди будут публично вписываться за Навального в России в этих репрессивных условиях? А нам кажется, что уже будут. Нам кажется, что надо уже пробовать. Мы вот с этой же идеей эти штабы запускали в конце 2022 года. Ну как? Подпольные штабы, страшно. хопа, а 19 тысяч человек записалось. Сейчас там будут разные интересные акции проводиться этими штабами и так далее. То есть надо, нам не надо воспринимать политическое пространство как отлитое в граните никогда, оно всегда изменчиво. Но надо помнить о том, что сейчас оно изменчиво как никогда. И все время будет предоставлять нам не только новые ужасы, новые кошмары, новых антигероев, но и новые возможности. Про это надо все время помнить. Это была лучшая передача о политике, главный русскоязычный подкаст, где говорится о том, что в российской политике происходит. Мы с Леонидом убеждены, что нет ничего интереснее политики. Если вы смотрите эту программу или слушаете, значит, вы один из нас присоединяйтесь, делитесь ссылками в описании под этим эфиром. Наша с Леонидом соцсети, соцсети популярной политики, на все нужно подписаться, присоединиться. Спасибо большое за просмотр и прослушивание. До новых встреч. Пока. Пока.